Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Я такая уже разодета. На самом деле не накрашена, только тон нанесла и смотрится как-то очень странно. Но ничего страшного, потому что сегодня мне в спортзал и особо сильно макияж наносить я не хочу, потому что после спортзала я собираюсь идти на лазерную апелляцию, поэтому и так пойдёт. А сейчас мы хотим съездить и купить лесгинский хлеб. У нас не то что около дома, там пару остановок, где продаётся лесгинский хлеб. Он недавно открылся, и в прошлый раз мы ехали с братом. Хотим поддержать соотечественника или, как сказать, лесгинов поддержать. Вот, поэтому сейчас мы, наверное, с мамой поедем. Не знаю, присоединится ли к нам мой брат. Надеюсь, что да, потому что за рулём буду я. Уже месяц, как у меня есть тачка, и мама до сих пор ни разу не сидела у меня в машине. Прикиньте, я сколько ей предлагаю. Она говорит, я пас. Когда научишься нормально водить, тогда позовёшь, прикиньте. Но сегодня я её уговорила, так что она едет со мной. Ты же доверяешь своей дочке? Да, да. Очень. Я доверяю. Я надену вот эти вот сапожки. Мне они безумно нравятся. Хотя мама очень сомневалась, когда я их покупала. Но мне прям они по душе на все 100%. Очень много с чем можно сочетать и безумно удобные. Прекрасная просто погода. Отличное настроение. Единственное, мою куколку надо вытащить отсюда. А здесь ещё лежачие полицейские. Но ничего, я справлюсь. Я сумею. Ой, какая грязная ужас. Прошу мать. Ну что, мама, классно я выехала оттуда из такого сложного места. Похвали меня. Нет, отлично, нормально. Самое главное, наверное, верить в себя и не волноваться. Я теряюсь в каких-то сложных ситуациях. Ну а так уже привыкаю к своей машине. Вот за машиной своего брата я вообще не могу. О, мне очень страшно. Мне кажется, она просто огромная. Я настолько привыкла к этой машине, что я реально ни капли не жалею, что взяла именно эту. Несмотря на то, что здесь очень маленькие зеркала, заднего вида вообще нету, всё равно я очень довольна. И ни капли не жалею, что взяла именно эту машину. Всё равно где-то что-то я допускаю какие-то ошибки. Поэтому думаю, что сильно дорогую машину в ближайшие два года мне точно не надо. Пока что вот эту буду водить. Единственное, что мне нужно сделать, заказать второй ключ. Потому что хозяин автомобиля, видимо, потерял второй ключ. Что мне не сказал. Сказал, что он найдёт, потом мне перезвонит и передаст. А сейчас я понимаю, что это всё были байки до покупки. Сейчас он вообще слёг на дно. Я ему звонила два дня назад, спрашивала про второй ключ. Он сказал, что его нету и, скорее всего, найти его не сможет. Скорее всего, изначально он не сказал, что он потерял этот ключ, чтобы, наверное, не снижать цену. А сейчас я просто поинтересовалась, сколько стоят вторые ключи. Дорого вам, скажу честно. Именно потому, что в машине старт-стоп для остальных машин гораздо дешевле. Сейчас мы ждём братика и поедем. Ну что там насчёт мягкого торможения? Всё супер. И сейчас я врезаюсь так вот. Только мягко врезайся. Я тебя не пропущу. Репортаж, мам, открой, покажи хлебушек. Прям горячий. И этот хлеб, кстати, не продают нигде в другом месте. Посмотрите, какой красивый хлеб. И очень-очень вкусный. Пар идёт, да? Да. Правда, на видео не видно, как идёт пар. Он очень вкусный. Как вы думаете, сколько штук мы взяли? Десять. Я только что поел, всё равно ещё хочу есть. Как тебе мои способности в парковке? Шикарно. Куда едем? Мы уже приехали. Так что, будешь уходить? Ты в школу? Нет. Пока. Пока. Перед тем, как поехать в спортзал, я хочу разобрать ёлку. Потому что уже давным-давно пора. Казалось бы, недавно мы её ставили, а уже пора разбирать. Как же быстро летит время. Посмотрите на эту игрушку. Класс. Правда, камера не фокусируется. Эту игрушку мне подарила моя сестрёнка двоюродная. И вот всегда она у меня тут висит. Айка Эмили. Класс. Так, давайте приступим. Быстренько нужно её разобрать. Потому что ещё ехать в спортзал. У меня просто куча дел сегодня. Смотрю на эстетичные ёлки других блогеров. И потом смотрю на нашу ёлку. На эти идиотские игрушки. И понимаю, какой же ужас. Привет из 2010 года. Но деваться некуда. Собираем все эти игрушки в коробку. Надеюсь, на следующий год уже что-то другое придумать. Пупить хорошие игрушки, которые сочетаются между собой. А эти они слишком маленькие для такой огромной ёлки. Некоторые из них из моего глубокого детства. И с одной стороны жалко выбрасывать. Но и на ёлке тоже смотрится не очень. Поэтому я в замешательстве. Собираю ёлку в ту же самую коробку, из которой вынимала месяц назад. Кстати, ёлка стояла ровно месяц у нас. И собираю я её по номерочкам. Чтобы потом было проще её обратно собирать. Каждую ступень ёлки я собираю вместе и заматываю скотчем. И аккуратно утрамбовываю в коробку. На всё при всё у меня всего ушло полчаса. Ну, максимум 40 минут. Управилась я достаточно быстро. Саму коробку мы храним на балконе. Балкон у нас не застеклён. И в такие моменты понимаешь, как же важно в квартире иметь кладовку. Но её, к сожалению, у нас нету. Поэтому приходится всё это держать на балконе. А там, естественно, когда дождик, сырость и всё остальное. Но я постаралась как можно надёжнее всё упаковать. Чтобы не было подобных проблем. Недавно увидела в магазине цветов ёлку. Которая уже была с игрушками. Уже встроенными. Когда ты собираешь ёлку, она уже готовая с игрушками. Смотрелась безумно красиво. Но у нас уже, к сожалению, ёлка есть. Поэтому для нас это не вариант. Надо покупать отдельные игрушки. Кстати, эта ёлка стоила тоже очень дорого. Распушившиеся веточки я старалась хорошенько утрамбовывать. И даже в коробке осталось место. Аккуратно запаковала всё это дело скотчем. И на балкон. Готово. А я уже, пожалуй, начну собирать свою сумку на спорт. После спорта я ещё хочу сходить на лазерную эпиляцию. Поэтому слишком поздно на спорт пойти у меня не получится. У меня та же самая сумка, которая была изначально у меня. Такая вот чёрная. Она очень удобная, вместительная. И здесь помещается абсолютно всё. Вчера постирала. Каждый раз после тренировки я стираю кроссовки. Я их постирала. Просто стиралку закидываю и всё готово. Они невероятно удобные. Я их покупала в Нью-Йорке. Но для спорта самое то. Я думаю, сейчас в пакетик и в сумку. Чтобы меньше таскать, я с собой беру вот такое тоненькое полотенчиком. Естественно, моя любимая розовая мочалка. Куда же без неё? Опять же, чтобы меньше таскать, у меня есть вот такие миниатюрки. Это гель для душа, шампунь и средства для снятия макияжа. Я хожу в женский зал. Там мужчин нет. Поэтому можно себе позволить прям любой наряд. Поэтому я, пожалуй, надену вот этот костюмчик. Он очень круто подчеркивает фигуру. Я так смотрю на себя. И мне ещё больше хочется заниматься. Ну и, естественно, дополнительные носочки. Здесь такое освещение странное. Всё кажется жёлтым. Немножко искажаются оттенки. Очень странно, что я в зал беру с собой книгу. На самом деле, на обратном пути. Я просто хочу отдать эту книгу, потому что она оперванена. И взять у неё Булгакова «Мастер и Маргариту». Я в ТикТоке наткнулась на пару фраз Булгакова. Я поняла, что я очень хочу прочитать эту книгу. Выложила в историю. Мне оперван написало, что эта книга есть у меня. А я её собиралась, прикиньте, покупать, даже не спросив у неё. И хорошо, что я не купила. Вот, как раз вот эту отдам и Булгакова возьму. И прочитаю обязательно. Время уже полседьмого. И я начинаю переодеваться. Было бы гораздо удобнее, если бы вещи можно было оставлять здесь и не таскать каждый раз. Но, к сожалению, такой возможности не о том. Если честно, подробно снимать весь процесс моей тренировки пока что не имеет никакого смысла. В этом будет смысл, когда я добьюсь хороших результатов. А это обязательно будет. В это я искренне верю. И даже засняла себя до. И потом, через где-то полгода, засниму себя после. И обязательно вам покажу, возможно, в моём инстаграме, как же я изменилась за этот период. Моя тренировка продлилась ровно час. Я, честно, очень устала. И почему-то меня прям тошнит. Не знаю почему. Наверное, воды перепила. Вот сейчас я, наверное, пойду купаться. И всё, выхожу. Сегодня достаточно продуктивный день. Я смогла сходить и на лазерную эпиляцию. И заглянула к брату. Взяла книгу Булгакова «Мастер и Маргариты». Я собиралась, кстати, читать. Даже начала немножко читать. Произведение сложное. Ну, для меня, по крайней мере, сложное. Но всё равно с удовольствием буду читать. Если бы не интервью. Это просто шедевр. Я вообще обожаю все его интервью. Это Дудь. Но это, это просто нечто. Поэтому Булгаков у нас идёт на второй план. И смотрим интервью Дудь. А правда, я половину посмотрела. Не то, что половину процентов, где-то 30 посмотрела. И это очень интересно. Я всем советую посмотреть. И тут я понимаю, что у нас в квартире не хватает журнального столика. Что всё это положить и начать хомячить. Я сделала себе вот такие бутерброды с сыром, с рыбкой. И отварила два яйца. И здесь у меня кофе три в одном. Конечно, не особо ПП получается. Но ничего, выбора нет. Пока что поедим это. Но вообще, я планирую перейти полностью на правильное питание. Но когда это будет, я не знаю, будет ли это вообще. Но стараюсь как-то. По возможности. Приятного мне аппетита. И завершаю, конечно же, сегодняшний день. Вот такой прекрасной картинкой. Моего прекрасного стола с идеальным порядком. Я это называю, если честно, работать. Но многие считают, что это просто развлечение какое-то. Ну, в общем, я буду рисовать сейчас бумажные сюрпризы. Называйте это как хотите. Вот я, кстати, начала там тоже снимать шотс. И очень круто залетело видео. Поэтому я и дальше буду снимать. Может быть, даже сегодня тоже засниму что-то. Вот такие пакетики у нас получились. И в ближайшее время будет новиночка. Я через день снимаю. Прикиньте, контент через день. Это на самом деле очень сложно. Потому что одну коллекцию я могу сделать где-то за 20 часов. Это целый день мне просто надо рисовать. Но ничего страшного. Такие вот у нас пакетики интересные. Классная коллекция должна быть. Послезавтра она должна выйти. Потому что сегодня была новинка уже. На этом, пожалуй, все. Я буду рисовать. А с вами вынуждена попрощаться. Всем огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok